Поддерживаю всех тех, кто уважительно относится к истории города и в частности, в особенности к его архитектуре. Всякие попытки изменить насильственную архитектуру, то есть отказаться от того, что 200 лет назад, ну больше уже 200 лет назад, допустим, было построено, и то, что должно, естественно, взыскивать, так сказать, наших граждан за то, что они стали наследниками этого, оказывается под угрозой. Это меня, честно говоря, очень расстроило. Вообще-то в детстве, ну в моем детстве, в Одессе тогда, у нас и все названия старые были, скажем, там Ярославская, никто никогда не вел, там Троицкая, Ленина, Решильевская, только Решильевская, Екатеринская, только Екатеринская, Воронцовский, То есть в стол всегда присутствовало ясное, четкое представление о том, чем был город. Единственное, чего не знали мы тогда еще, что, скажем, Пушлинская улица некогда была итальянская. Но все остальное пользовалось исключительным уважением, и мы выступали на ролях тех людей, которые, естественно, преследовали или считали врагами тех, кто не проникнут таким же уважением к этому. Вот сейчас, находясь здесь в городе, всего несколько дней я приехал из Соединенных Штатов, прилетел, точнее, не приехал, прилетел из Соединенных Штатов, и я услышал о том, что вот замечаются какие-то изменения в Воронцовском переулке. А я прекрасно помню, что здесь где-то много было, там конюшня во дворце. Ну, Воронцов сам по себе пользуется моим исключительным уважением, поэтому я думаю, что все, что так иначе связано с своим именем. В Одессе, ой, прошу, пардон, в Одессе я недостаточно четко представляю себе все-таки фигуру Воронцова, хотя и памятник есть, и все. Это, безусловно, был один из самых передовых деятелей. Вы знаете, что он родился в Петербурге, но 20 лет первый он прожил с отцом своим, который был послом в Великобритании. Ну, и характерная черта Воронцова была, ну, как бы вам сказать, исключительно такой широкий европейский взгляд. Он не был национально ограничен, это невероятно. Я уже не говорю о том, что, значит, социально, вы знаете, когда крестьяне бежали, эти кривостные здесь, они находились здесь, укрыть у него, а все национальности пользовались исключительным вниманием. Я был поражен, когда узнал, что в 1828 году, в 1828 году, когда император Николай Павлович приехал сюда, в Одессу, приехал со своей женой Александром Федоровым, и Воронцов вдруг, значит, устраивает ей экскурсию. Ну, не экскурсию, а грепроводы. И куда он привел ее? В еврейскую синагогу. Он, граф Воронцов, позднее светлейший князь, и вот начинается это. Он был сторонником полного уравнения в правах всех самых. Никаких штук. Поэтому все, что связано с его именем, видели, так сказать, в культурном виде, видели статуи, видели просто, так сказать, вербальные воспоминания, и по названию топографическому, скажем, Воронцовский периоду, я бы сказал, для меня свято.